Всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему я Алексей и сегодня мы вместе с вами посмотрим на новое DLC для American Truck Simulator DLC по названию Special Transport В общем-то да, друзья, наконец-таки крупные негабариты добрались и до American Truck Simulator Нечто подобное мы уже с вами достаточно давно видели в ETS 2 Ну и теперь наконец-таки эти самые негабариты мы можем покатать и по Америке В общем, сразу как первый раз вы зайдете в игру, вам придет сообщение о том, что Доступны новые грузы, соответственно, также написаны города, ну и в скобочках штаты, откуда вы это все сможете забрать В общей сложности, судя из описания дополнения, у нас имеется около 90 заданий с перевозкой негабарита То есть это реально очень круто на самом-то деле Естественно, у нас новые машины сопровождения, новые машины полиции, новые машины пешеходов, так называемых, да, репортеров Которые нас будут сопровождать по течению маршрута То есть, ну, в принципе, ребят, то же самое, что мы видели с вами в Евротраке Нам дается отдельный маршрут, он огорожен, ни влево, ни вправо мы свернуть не можем Чисто едем за машиной сопровождения и все, ну, единственное, только что по Америке будем кататься Теперь давайте посмотрим, собственно, что нового было добавлено Был добавлен у нас, получается, новый флетбет В принципе, тот же самый, что и старый, с тремя осями, плюс ко всему четвертая у нас подъемная Перевозим шины, больше пока что здесь у нас ничего нет И, соответственно, также у нас был добавлен трейлер, который перевозит дом Вот это очень круто, прям, действительно, лайк за это разработчикам Это одна из фишек, вот, именно перевозки негабаритов в Америке Очень часто там перевозят дома и очень часто в видео дальнобойщиков, вот, настоящих ребят наших, да Можно встретить, вот, как перевозят дома Это реально очень интересно Я вот, наверное, все-таки во второй части, когда поедем, я постараюсь дом найти, вот, именно его перевезти Ну и, соответственно, что мы с вами здесь еще можем перевезти Давайте смотреть, естественно, мы все это повезем на лоубое Первый груз, это у нас вот такой вот огромный промышленный кондиционер В принципе, опять же, повторюсь, нечто подобное мы с вами видели и в Евротраке Трейлер, естественно, у нас уже заготовлен, оверсайз, лот, флажки, все это стоит Дальше, что у нас есть И здесь, что самое интересное, уже идет это все, так скажем, в перемешку с тем дополнением, которое выходило раньше Я вот не помню, как оно называлось, Heavy Duty Cargo Pack или что-то такое, вот, реально не помню Поэтому, как бы, ну, немножко сложно будет это все нам найти Но, тем не менее, находим дальше, так как это большая конструкция, что-то непонятное Что-то вообще какое-то безумное По трейлеру, как видите, он у нас стал немножечко на одну тележечку больше, чтобы всю нагрузку распределить И, кстати, вот, говоря про нагрузку, многие бомбили, мол, как так на шасси 6х4 мы перевозим такие огромные грузы Друзья, здесь все распределено именно на трейлер То есть, в Америке, как бы, не обязательно иметь шасси 8х4, чтобы перевозить негабарит Ты можешь спокойно там, драйвен, рифер свой скинуть, получить все разрешения, все лицензии И вот тебе такой трейлер выдадут, груз поставили и поехал Дальше, что мы видим, опять же, у нас старые идут грузы Вот еще один новый груз, это кузов карьерного самосвала Кстати, он такой не новый достаточно, как мы видим Видимо, куда-то на переработку уже его везут То есть, в принципе, нам здесь обычного лоубоя хватило Дальше, массивная какая-то техническая часть Какая-то таинственная коробка, которая заторпована вся очень-очень серьезно Но, опять же, нечто подобное мы с вами видели в ЕТС Там это просто, по-моему, был деревянный ящик Следующий груз, это у нас вертолет Очень много они его форсили, много где они его показывали Но вот, что я не заметил А где лопасти? Куда они их дели? Ну, как бы, блин, по идее, если ты перевозишь вертолет Лопасти, ну, я так думаю, что перевозятся на этом же трейлере Ладно бы они их там снизу где-то разместили Либо по бокам где-то приколхозили Но здесь их нигде нет То есть, куда они их дели, непонятно Дальше у нас идет резервуар Еще один Ну, небольшой, на самом деле, резервуарчик Нечто подобное уже есть в ЕТС Он такой простой, тоже на флэтбэдик ставится Но этот поинтереснее, как бы, чуть-чуть побольше Дальше у нас идет лодка-катер Называйте его как хотите Видим, что трейлер у нас уже немножечко раздвинут В отличие от предыдущих вариантов грузов Ну, и здесь, соответственно, все вот так вот прям четко закреплено Все заторповано, опять же Ну, заторповано, имею в виду Все ремнями стянуто, притянуто Чтобы никуда наша лодка не делась Это у нас было Ну, и, соответственно, последний груз Это такой огроменный просто какой-то промышленных масштабов резервуар Опять же, мы везем его на том же шасси То есть, да, раз тележка, два, три тележка В общем-то, ребят, очень интересно все это смотрится Про грузовики Ничего нового в плане украшательств для грузовиков добавлено К сожалению, не было То есть, все вот эти таблички Оверсайз лод, флажки Это у нас осталось вот из того самого пака Который я говорил в самом начале видео В общем, друзья, сейчас я соберу трачок Постараюсь найти дом Ну, не обещаю полной его перевозки Потому что, сами понимаете, что это займет много времени Это все-таки обзор Просто постараемся зацепиться Куда-нибудь потихонечку там выйдем Ну, а потом уже в дальнейшем, я думаю Мы отдельно на видео все это пройдем Посмотрим Либо даже на стримах поиграем В общем, все, друзья, заболтался Пойду строить трак И буду перевозить дом Не переключаемся Погнали перевозить дом Да, дом Итак, друзья, ну что ж, естественно Чем нам таскать не габариты Когда есть Volvo Естественно, на ней В общем, подсобрал такую низкую кабину Кстати, Volvo тоже обновилась Исправили ошибки То есть, на дуге, на этой фонарике Которая ставится теперь все четко Добавили, вот как видите, возможность установки дуделочек То есть, теперь все очень классно Так у нас здесь звучит Ну и в принципе, что Друзья, все, мы с вами приехали Кстати, еще что хочу сказать В Орегоне перевозить нельзя То есть, да, давайте я вам еще раз покажу В каких именно у нас городах и штатах Имеется перевозка То есть, получается, Калифорния, Аризона И Нью-Мексико Ну и плюс ко всему еще Невада По Орегону не габариты перевозить пока что нельзя Ну, может быть, в дальнейшем добавят В общем, нашел я дом Давайте мы его попробуем, естественно, взять Фрейдмаркет, в принципе, все стандартно Кстати, по весам Самый максимальный вес груза 85 тонн По ширине, вот честно, я вам не скажу сейчас По-моему, по высоте По высоте 6,5 метров По ширине, по-моему, 16 Вот около того приберное значение того, какие грузы у нас есть В общем, да, нас цепляют Мотают время Естественно, вот он ролик Все то же самое, что мы с вами видели И непосредственно в так называемом, да, дополнении Для Евротрака То есть, в принципе, все то же самое Репортерчики Вот это все у нас тут проверяется Все чекается Все очень здорово Все очень классно Так, ну что, ролик кончится, нет? Или мы его можем, в принципе, скипнуть уже? Да, на эскейт В общем-то, да, в принципе, нам опять же объясняют Те же абсолютно самые правила перевозки негабарита То есть, в принципе, проблем как бы у нас никаких, я думаю, возникнуть не должно Запускаем движок Отлично, как он ревет В общем, смотрится, ребят Просто бомба какая-то Вообще Ну, это просто жесть Кстати, Вольво Легко так достаточно потянуло Да и дом, в принципе-то, не тяжелый Он 44 тысячи всего лишь весит Очень громкие звуки у нее в салоне Опять, наверное, файлы перепутали Потому что с внешки звуки тихие Ну, ладно, поедем с внешки Хотя, ну, с салона как бы лучше, да? Надеюсь, меня нормально слышно Давай Я поехал Обалдеть Опять же, друзья, повторюсь Полностью маршрут я проезжать не буду Потому что это у нас так надолго затянется Вот, кстати, машина полиции поехала Вот это, насколько я понимаю, машина сопровождения То есть у нас первой машиной будет идти полиция Второй у нас пойдет машина сопровождения Так, трейлер у нас Этот трейлер не подруливает Ну, кстати, субарик новый Ничего себе, я его раньше в трафике не видел Напишите, если он был раньше То есть, реально, раньше я субарика этого не видал Блин, ну, зеркала, конечно, да Надо настраивать Спасают нас, конечно, зеркала вот эти маленькие Я бы не сказал по эмоциям, что это как-то круто Что вот прям я испытываю какое-то удовольствие Вот просто прошло уже на самом деле Это потому что вот в Евротраке это было И ты, в принципе, здесь ожидаешь уже то же самое То есть, по большому счету, как бы ничего нового Действительно, просто мы переносимся в другое место И как бы все У нас просто меняется В окружении вокруг Поменялась, можно сказать, карта, да И как бы все, мы с вами едем И никаких проблем не испытываем Полиция нас сопровождает Сзади также идет машина сопровождения Внедорожничек Вон он там ползет Кстати, нам ехать порядка 400 миль То есть, 355 миль Это на самом деле очень много Поэтому мы сейчас там наверняка будем выбираться На хайвей, на фривей И будем аккуратненько весь этот наш замечательный груз тащить Вот, собственно, наверное, и в этом плюс Потому что, ну давайте вот даже по карте посмотрим Куда нас выводят Да, мы поедем по нормальным дорогам Вот если, опять же, вспоминать Евротрак Мы редко, когда там выбирались На те же самые магистрали Да, все как-то мы старались узкими дорогами ехать Ну а здесь как бы все как вот и должно быть Мы едем по нормальным дорогам Нигде ничего не обижаем То есть, в принципе, у нас все классно и все хорошо В общем, друзья В общем и целом, я думаю Мои ощущения от этого DLC вам понятны То есть, да, определенно круто, что Добавляются новые возможности в игру Расширяется функционал То есть, мы можем теперь перевозить Действительно серьезные интересные грузы Выполнять там какой-то миллиметраж так называемый Да, и, в общем-то, чувствовать, что действительно Мы что-то весомое за собой тащим Не только в плане веса, да, а в плане ценности груза В плане его параметров и так далее В общем, друзья, пишите ваше мнение в комментариях По поводу этого дополнения Стоит оно 159 рублей Ссылочку, если что, я оставлю в описании Очень будет интересно почитать Что вы по этому поводу думаете Все, друзья, спасибо вам всем огромное за внимание Не забываем ставить лайки Естественно, подписываться на канал Ну а с вами был Алексей Яжин Всем хорошего настроения, всем огромной удачи И пока, увидимся И да, пока не закончил видео Скажу, что если вдруг вы хотите увидеть Перевозки негабаритов в моем исполнении То также пишите об этом в комментариях Я, ну, все равно играть буду Ну и просто запишу тогда видео И выложу на канал Все, теперь точно Пока-пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok